На 8 июня в России отмечается День социального работника. Дата эта была выбрана не случайно, ведь 8 июня 1701 года по указу Петра I был его издан указ, который положил начало как раз-таки всей этой системе. Сегодня у нас в гостях заместитель министра труда и социального развития Республики Сахай-Куте Татьяна Иннокентиевна Степанова. Доброе утро, Татьяна Иннокентиевна. Давайте поговорим для начала об истории вашего министерства. Ну, как вы сегодня отметили, сегодня профессиональный праздник, День социального работника. В России этот праздник профессиональный отмечается в этом году в 17-й раз. То есть в 2000 году, 27 октября, Владимир Владимирович Путин подписал указ о Дне социального работника. И вы как правильно сегодня отметили, именно 8 июня 1701 года на основании царского указа Петра I была создана богодельня для нищих, престарелых и больных. И вот как раз в данном указе говорилось о том, что на 10 больных людей назначался один здоровый, который должен был присматривать за этими людьми. И вот с тех пор действительно считается, что возникла вот такая действительно профессия социального работника. Это вот очень сложная профессия, очень вот именно профессия, которая несет ежедневную помощь нуждающимся людям. И вот как раз в преддверии дня социального работника, начиная вот с понедельника, всю эту неделю у нас проходят мероприятия, приуроченные 25-летию нашего министерства. И вы задали вопрос про историю нашего министерства. На самом деле в Якутии именно социальная служба датируется, вот именно возникновение органов социального обеспечения с 1920 года, когда еще был создан губернский отдел социального обеспечения и труда, который впоследствии был в 30-м году, как бы, был создан единый наркомат социального обеспечения, народного образования, здравоохранения. Потом возник отдельный наркомат социального обеспечения и труда. Впоследствии оно стало министерством социального обеспечения и труда. И с 1992 года вот как раз официально, да, началась история нашего министерства. Возникло министерство социальной защиты, труда и занятости республики Саха-Якутия. И впоследствии оно переименовано сейчас, называется Министерство труда и социального развития республики. И вот за 25 лет, конечно же, была сформирована вот действующая социальная политика республики. В то время, вы сами понимаете, в 90-е годы это было совершенно непросто. Времена были непростые. Сами помните, да, наверное, историю России. И вот в это время как раз возникновение такого министерства положило основу того, что наше население республики до сих пор пользуется мерами различными государственной поддержки. Особенно малоимущих, ветеранов, инвалидов, семей с детьми. А если говорить о современном министерстве, вот какая работа по каким направлениям сейчас ведется? Ведь там от младенцев до пожилых людей. Да, действительно. Ну, основные направления нашей работы, это, конечно же, предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан. Вот как я отметила, это наши ветераны, инвалиды, семья с детьми, в основном малоимущие, да. Вот в последние годы тесно ведется работа с муниципальными образованиями. Вот, допустим, недавно в апреле издан указ главы о социальной поддержке отдельных категорий граждан, да. Есть вот основное направление у нас тоже по социальному обслуживанию граждан. Например, у нас по республике функционирует 83 учреждения социального обслуживания. Это дома-интернаты для престарелых инвалидов, это психоневрологические интернаты, да. Реабилитационные центры, социальные реабилитационные центры для семей с детьми, центры социального обслуживания населения, центры социальной помощи семье и детям, да. Поэтому учреждений у нас очень много, во всех районах и городе Якутске работают управления социальной защитой и труда населения. И вот этот вот костяк учреждений наши работники.